Это не просто, так сказать, ребята, которые рисуют картинки веселые. Если вы испытали сильную эмоцию, прочитав что-то, остановитесь, вдохните, выдохните, вами манипулируют. Вы понимаете, какая катастрофа, да? Их в будущем нет. Всем привет, Франч Тиви на связи, меня зовут Роман Кириллович, и сегодня, как вы поняли, мы поговорим о будущем, но не о каком-то там гадании на кофейной гуще или астрологических прогнозах. Сегодня у нас очень известный, уважаемый эксперт, футуролог, предприниматель Валерий Пекера. Я знаю Валерий уже много лет, его компания занимается организацией выставки, нашей любимой выставки, франчайзинг. Уже многие годы в Киеве она проходит, и вот ближайшая состоится уже совсем скоро, в начале марта. И я там буду, конечно же, если вы хотите создать свою франшизу, продать, упаковать или купить, то приходите, пообщаемся и подберем для вас какой-нибудь классный вариант. Но вернемся к выпуску. О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о будущем бизнеса, о будущем компаний, офисов, человечества, если хотите. Мы выясним, почему создателям мультсериала «Симпсон» настолько круто удается угадывать будущее. Вы же помните эту историю про Трампа. Мы узнаем, ждет ли нас будущее, которое показано в романе «1984», в фильме «Матрица» или в компьютерной игре «Фоллаут». В общем, будет очень интересно. И что самое приятное, в ходе этого интервью выяснилось, небольшой сейчас спойлер, что наша компания «Франч», которая, как вы знаете, занимается созданием франшиз, в будущем переживет риэлторов, турагентов и даже банкиров. Почему именно? Обязательно досмотрите. Но если вы также видите себя в будущем и хотите там развиваться, то давайте встречаться, созваниваться и обсуждать, как мы можем помочь вам масштабировать ваш бизнес. Нашу презентацию, как обычно, оставляю в описании этого выпуска. Плюс вот здесь подсказочки. Переходите, сохраняйте и посмотрите уже после интервью. Еще с вами увидимся. Приятного просмотра. Я хотел поговорить о футурологе. Вы футуролог, да? Ну, я бы побоялся использовать такое номинование, потому что все люди, которые себя каким-то образом обвешивают ярлыками, рискуют потом получить достаточно большую критику. Я бы скорее сказал очень скромно, что мы с друзьями работаем с определенными моделями развития общества, экономики. А можно вот на каком-нибудь примере простом? Потому что мне очень хочется понять вообще, как работают футурологи. Вот самый известный в мире, это, наверное, Рэй Курсвилл, да? Который работает в Гугле. Он в 90-м, по-моему, году предсказал, что спустя 8 лет компьютер обыграет чемпиона мира по шахматам. И это случилось спустя 7 лет, когда IBM обыграла Каспарова. А как он, ну, то есть как это происходит? Почему он это знает? Вы знаете, есть очень разные футурологи. Самый простой, так сказать, подход к футурологии – это большая бутылка виски. Вот люди выпивают, смотрят на потолок, и им кажется, что они, так сказать, понимают, что будет дальше. Вот, я почему-то тоже так думаю, что в большинстве случаев это пальцем в небо и угадай-ка так. Не совсем. Это чаще всего основано на внутренних ценностях человека. Потому что когда человек выпивает виски и смотрит на потолок, он видит какие-то вещи, к которым он очень сильно стремится, и тогда это называется утопия. Или которых он очень сильно боится, и тогда это называется антиутопия. Вот Жюль Верн так работал. Он описывал то, что он любил, и то, что он ненавидел, и много раз угадал. Если вы достаточно часто это делаете, то вы угадываете. А есть другой подход. Есть подход аналитический. Когда мы анализируем тренды, мы смотрим, что куда развивается, мы считаем, и мы можем предсказать какое-то развитие. Но очень часто у нас получается в таком случае праздник континьюз. То есть продолженное настоящее. Вот, собственно говоря, что делает Курсвелл? Он считает, как увеличивается вычислительная мощность компьютеров. И на основании этого предсказывает, когда вычислительная мощность компьютера превысит вычислительную мощность всего человечества. Это буквально скоро произойдет. Но у него есть и такие бытовые вещи. Вот, например, в 2019 году он обещает, что мир забудет о проводах. То есть вот то, что у нас на полу лежит, я не могу себе представить, что через год этого не будет. Ну, давайте скажем так. Во-первых, нельзя говорить о мире. Потому что мир никогда ничего не забудет. Мир, например, совершенно не забыл такую вещь, как рабовладение, которое мы с вами не сталкивались уже, и наши с вами предки не сталкивались уже по меньшей мере нескольких сотен лет. А может быть, даже больше. Потому что есть какой-то авангард. Мир – очень неравномерная вещь. И есть страны, которые уже реально шагнули в будущее. Посмотрите на Финляндию с ее инновационной школой. Посмотрите на Эстонию с ее виртуальным гражданством. Есть какие-то страны, которые живут в хорошем, настоящем. Вот не мы, наверное. Да, вот Польша, например, живет в хорошем, настоящем. Есть страны, которые активно в это хорошее, настоящее стремятся. Вот никак не могут добраться, но очень сильно стремятся, например, Украина. Есть страны, которые живут в совершенно нормальном прошлом, им там очень хорошо, комфортно, и они никуда не стремятся. И Азия, Африка, Латинская Америка переполнены такими странами. И есть страны, которые живут уже в совершении Архайики. В Архайике, которая на большей части земного шара уже давно исчезла. Ну, в Афганистан, например, или в Сомали. Так что мир всегда очень равномерен. Если мы говорим, что где-то исчезнут провода, может быть, провода исчезнут в какой-то развитой части мира, в каких-то 10-15 странах, а в остальных странах провода останутся еще на много сотен лет. В свое время у одного французского футуролога времен кардинала Ришелье, который посчитал, как быстро растет население Франции, как быстро растет население Парижа, пересчитал это на поголовье коней и предсказал, что к 1950 году весь Париж будет на 3 метра завален конскими экскрементами. Простая экстраполяция, правда? Естественно, в этой модели не доставало чего? В этой модели не доставало на самом деле того, что футурологи называют фазовым переходом. В какой-то момент кони исчезли, появились автомобили. Футурологи, которые берут какую-то одну сторону реальности, технологии, например, вот как Курсвелл, они вот примерно такие же предсказания делают. А если мы начинаем смотреть на то, как не синхронно, но взаимосвязанно развивается мышление, экономика, политика, религия, культура, лидерство, менеджмент и так далее, и так далее, то у нас возникает более сбалансированное понимание. Потому что бывает так, что технологии очень быстро развиваются, а потом останавливаются, потому что экономика перестает их финансировать, экономика перестает их понимать, перестает понимать, как их использовать. И технологии дальше стоят, стоят долго, пока у экономики не возникает идея, о, вот что мы сделаем, и она продолжает их тогда финансировать опять. Очень долго шли исследования в отношении емкости батарей. Емкость батареи росла, потом этот рост замедлился, потому что экономика перестала понимать, что делать дальше с этим. Потом у экономики возникла идея, о, вот дети батареи будут работать. И опять пошел стремительный рост емкости батарей. В смысле электромобилей? В том числе электромобилей, в том числе телефонов, в том числе всего. Вторая вещь. Экономика, технологии начинают останавливаться, замедляться и в конце концов совсем замораживаются, когда недостаточно людей с новым мышлением, которые могут это использовать. Технологии останавливаются, потому что нужны люди в массовом количестве, которые будут это покупать и использовать. В свое время так было с компьютерами. Откуда вот эта знаменитая мысль президента IBM о том, что пяти компьютеров достаточно, надо сказать, мировой рынок исчерпывается этим числом? Он просто не видел людей, которым могли бы эти вещи понадобиться. Но самая любимая моя цитата все-таки совсем другая. Она касается даже не IBM, а даже не мобильных телефонов. Это фраза, знаменитая фраза резолюции Французской академии наук. Это резолюция на докладной записке по поводу наблюдения метеоритов. И там говорится, камни с неба падать не могут, поскольку на небе камней нет. Это отражает наше сегодняшнее понимание. Поэтому, когда мы говорим о футурологии, чем более комплексно мы исследуем жизнь человечества, чем более эволюционно мы к этому подходим, тем более адекватны наши модели. Конечно, сегодняшние наши модели очень далеки от адекватности. Но, тем не менее, предсказать, что будет в ближайшие 10 лет с экономикой, с психологией, с социальной жизнью, с семьей, с школой, с компаниями, с некоторыми важными секторами экономики, такими как банкинг, ритейл, телеком. Это совершенно спокойно можно предсказать. И, конечно же, те люди, которые подобные предсказания могут воплотить в бизнес-модели, они сегодня выигрывают. Посмотрите на список так называемых единорогов. Все знают, наши зрители, что единорог – это жаргонное словечко для обозначения стартапа с рыночной оценочной стоимостью в миллиард долларов и выше. Вот в Википедии можно посмотреть список этих единорогов, он постоянно меняется. Тем не менее, если увидеть все компании, которые там, почти все компании, которые в этом списке, это компании уже не капиталистические. Это компании из следующей экономики, из следующей формы, из следующей стадии, для которой у нас еще сегодня нет названия, развития экономической жизни, которая сменяет капитализм, точно так же, как в свое время капитализм сменил феодализм. Uber, у которого нет ни одной машины, но которая является главным поставщиком машин, как Vivore, которая является главным поставщиком офисных помещений, Airbnb, жилья, Википедия знаний, Facebook новостей, YouTube видео, Instagram фотографий. При этом у них совершенно нет штатных автомобилей, офисных центров, жилых кварталов, ученых, фотографов, видеооператоров и журналистов. Какой горизонт планирования более-менее реалистичный? Вы знаете, есть интересное явление футурологии. Очень легко предсказать следующие 3-4 года, потому что они уже вот на ладони. Очень легко предсказать следующие 70 лет, потому что рано или поздно все тренды закончатся тем, куда они ведут. А вот предсказать, например, 20-30 лет, там провал. Мы не понимаем, как оно будет развиваться. Мы работаем сейчас с горизонтом где-то 10-15 лет и пытаемся ответить на самые главные вопросы, связанные даже не с технологиями, с технологиями более-менее понятно, куда они идут. Связанные с тем, как изменится психология человека, как изменятся компании, как изменятся страны и народы. Отлично. Вот мы можем заглянуть на 15 лет вперед и посмотреть на... Ну, пофантазировать, может быть, где-то, может быть, применить какие-то модели и тренды. Обычный день предпринимателей. Вообще будут ли предприниматели через 15 лет? Предприниматели никуда не денутся, потому что, собственно, предприниматели двигают этот мир. Помните, как Бернар Шоу говорил, что есть люди, которые приспосабливаются к действительности, есть люди, которые изменяют действительность. Первые – это нормальные, вторые – это ненормальные. Так вот, ненормальные, собственно, и двигают мир. За точность цезата не ручаюсь, но предприниматель – это человек, который всегда занимается разрушением старого, да, вот как в свое время Шумпетер эту модель творческого разрушения предложил, разрушением старого и созданием нового. Посмотрите, как Uber разрушает традиционные службы такси. Посмотрите, как Booking.com разрушает традиционный бизнес туристических агентств. Вы знаете, мне приходится часто работать с будущим в больших профессиональных аудиториях, с банкирами, айтишниками, юристами, логистами, врачами. И вот один раз меня пригласили на всеукраинский съезд квартирных брокеров. Вы понимаете, какая катастрофа, да? Их в будущем нет. Да. И вот они это осознали. Я просил их не приглашать меня. С кем лицами они выгодили. Я просил их не приглашать меня. Там было очень интересно. Там было в зале 350 человек. Когда я дошел до объяснения, почему все посредники исчезнут. Ну, послушайте, уже нам с вами очевидно, что все посредники исчезнут, да? Ну, нам, как консультантам, это не очень приятно осознавать. А вы не посредники, вы консультанты. Посредник – это медиатор, это человек, который работает между кем-то и между кем-то, да? Вот который помогает людям сойтись. Да, вот это как туристическое агентство, квартирный брокер. А в перспективе, в перспективе и банк, и магазин розничный – это тоже посредники. И вот половина людей просто в этот момент встала и вышла из зала. Серьезно? А вторая половина… 170 человек? Это примерно так. А вторая половина осталась и сказала, окей, интересно. Давайте тогда думать, что же делать с нашим бизнесом, чтобы поменять полностью нашу бизнес-модель, чтобы мы были нужны в будущем. Подождите, а кто ушли, а не кто? Квартирный брокер. Не, я понял, а кто они по типу, то есть мышление? Они не согласны, они против будущего? Смотрите, это люди, которые боятся. Есть люди, которые боятся, есть люди, которые не боятся. Что самое интересное было, возрастной профиль тех, кто ушел, тех, кто остался, был одинаковым. Старые молодые ушли, старые молодые остались. Окей. Кто остался, о чем вы с ними говорили? И кто остался, я им раздал листы бумаги, фломастеры, объяснил, как попытаться найти новую бизнес-модель. И через час они ее нашли. Да, конечно же, от них совершенно, так сказать, не будет никакой пользы в посредничестве между тем, кто ищет квартиру, издает квартиру. В ситуации, когда это все будет делать искусственный интеллект с помощью огромной базы данных. Но у них есть преимущество, которое совершенно не учитывает Курс Вейл. Они живые люди. Способные на эмпатию, способные выслушать, способные найти неординарное решение, способные поддержать человека, клиента в сложный момент его жизни, проконсультировать его. Способные привлечь знания из других сфер жизни, которые, например, недоступны искусственному интеллекту. Мы можем обучить искусственный интеллект находить квартиры, но мы не можем обучить искусственный интеллект тому, каким образом в новой квартире обустроить ребенка маленького, например, которому нужна свое пространство. И в этом смысле консультантами все будет хорошо. За консультантами будущее. Спасибо. Я вас успокоил. Где люди будут жить? Они будут жить в хостелах? Они будут в каких-то шеринговых домах? Или недвижимость останется? Смотрите, один из законов будущего звучит таким образом. Ничего из существующего не исчезает, просто разнообразие увеличивается. Вот давайте посмотрим на сегодняшний мир. В сегодняшнем мире и феодализм остался в отдельных местах на планете, и даже рабовладение осталось в отдельных местах на планете. И капитализм есть, и уже есть следующий посткапиталистический формат. Так и здесь. Кто-то будет жить в загородном доме, кто-то будет жить в собственной квартире, кто-то будет жить в квартире съемной, подавляющей большинство цифровых кочевников нового мира, вот золотого миллиарда, да? Хотя я не люблю эти слова, я предпочитаю слово эйкумена, вот центр мира, где живут цивилизованные люди. Не географический центр мира, а такой вот понятийный центр мира. Это люди, которые будут вообще жить, постоянно двигаясь по миру. Несколько месяцев пожил там, несколько месяцев пожил там, поучаствовал в таком проекте, в таком проекте. То есть работы в офисах, скорее всего, со временем будут исчезать, да? А офисы будут оставаться, знаете, для чего? Мы биологические существа. И нам, как биологическим существам, очень важно, чтобы мы время от времени собирались физически в одном пространстве. Ощущали, что мы вместе. И общались не через средства электронной коммуникации. Но это до 99-го года, потому что потом будет по Курцвиллу технологическая сингулярность, да? Вы знаете, Курцвиллу разные годы предсказывают сингулярность. По некоторым его предсказаниям сингулярность наступит вообще там через максимум 15 лет, так сказать. Это значит, что нам всем очень мало осталось. Но я уже много о Курцвилла говорил, да, так сказать. Вот я с подозрением отношусь к футурологическим исследованиям, которые захватывают только сферу технологий и вообще никак не смотрят ни на экономику, ни на психологию, ни на социальную жизнь. Это же люди будут жить в будущем. А вдруг людям это все не понравится, и за два шага до сингулярности они откатят все назад, так сказать, на уровень кардинала Ришелье. Это может случиться? С лошадьми и навозом, да? Это может случиться с лошадьми и навозом, так сказать. Такие фильмы тоже есть. Посмотрите в киберпанковском жанре, сколько существует фильмов, когда люди или постапокалиптически после катастрофы вернулись в прошлое, или не дойдя до катастрофы буквально несколько шагов, увидели эту катастрофу, остановились, ужаснулись и вернулись в прошлое самостоятельно. Людям очень важно собираться вместе, понимать, что они являются частью одной общности, поэтому обязательно будут каворкинги, обязательно будут комнаты для переговоров, обязательно будут регулярные собрания даже тех людей, которые удаленно, вот удаленная работа, да, работают, сидя в разных странах мира даже, все равно они будут периодически садиться на самолет, прилетать, собираться вместе, для того, чтобы физически коснуться один другого, для того, чтобы обсудить что-то, вот глядя глаза в глаза, для того, чтобы почувствовать вот эту химию, которая между людьми существует, между роботами такой химии не существует. И в этом смысле, конечно же, офисы будут, это будут совершенно другие офисы, точно так же, как офисы современной эпохи, не похожие на офисы старой эпохи. Вот, знаете, я вот в этом смысле, я еще немножко занимаюсь реформами в Украине, и, честно говоря, отдал им последние четыре с половиной года жизни, значит, больше занимался этим, чем бизнесом, так вот сложилась моя жизнь. Сейчас я вернулся назад в бизнес, потому что увидел там много возможностей. И вот одна из реформ, которой я занимаюсь, это реформа государственного управления, попросту говоря, это реформа системы министерств и правительства. И вот в этом смысле ужасно, конечно, что наше министерство работает в этом огромном здании правительства на Грушевского и похожих зданиях других, потому что это построены в 30-е годы здания с коридорной системой, с крошечными кабинетиками, в много раз меньше, чем ваша студия, с огромными, бесконечными, гигантскими кабинетами начальников, без вообще комнат для переговоров, без комнат для совещаний, без вот мест, где можно повесить доску, на которую можно писать фломастерами. Как говорит один из моих учителей, думать можно только возле доски. И в этом смысле меня, например, очень порадовало. Я был в нескольких федеральных министерствах в Германии. Здания, построенные в ту же эпоху, в эпоху Третьего Рейха, по той же самой архитектуре, так сказать, что Гитлер, что Сталина, они любили примерно одно и то же, и не только в архитектуре. Там с фасад остался, а внутри современный офис, с коворкингами, с большими open space пространствами, извините за эту автологию, с комнатами для переговоров, с местами для творческой работы. Вот это все будет, только оно будет на новом этапе. Вот есть такое понятие число Донбара. Это число порядка 150, 140, 150, 160 людей, которых мы воспринимаем как близких своих. Мы сейчас живем в огромных мегаполисах, в которых несколько миллионов человек, а есть такие, в которых и десятки миллионов человек. Мы работаем в гигантских корпорациях, мы имеем десятки тысяч френдов и подписчиков в социальных сетях. Все равно число Донбара никто не изменял. Наш мозг воспринимает 150, 160 человек как своих близких и больше не воспринимает. Как, почему, что с этим делать? То есть мы остаемся биологическими существами. Нам важно увидеть, пощупать, понюхать, пожать руку, обняться, посмотреть в глаза, лично поговорить, почувствовать вот это вот единство или наоборот вот это противостояние, потрогать руками. Вот давайте посмотрим на книжный рынок. Существует огромное количество электронных книг, существует огромное количество бумажных книг, продающихся в электронных магазинах, люди продолжают ходить в бумажные магазины, физические бумажные магазины, и количество продаваемых бумажных книг растет быстрее, чем электронных, количество посетителей обыкновенных физических оффлайновых магазинов растет быстрее, чем количество посетителей магазинов онлайновых. Что происходит? Человек просто верен в своей биологической природе. Ему нужно прийти, пощупать, полистать, порыться, увидеть себе подобных, понюхать это все, попробовать на зуб. И этим хорошо пользуются западные книжные магазины, в которых есть большие пространства, в которых нет таких страшных цен на аренду, как у нас. В которых есть большие пространства, можно выпить кофе с кем-то, с другом. Можно выпить кофе с незнакомым человеком и спросить у него, какие книги он прочел за последние две недели. И это удивительная вещь. Вы нигде этого не сделаете никак. Как вы вообще относитесь к предсказаниям будущего в массовой культуре? Когда писатели-фантасты или, например, создатели мультсериалов каким-то чудом предсказывают будущее. Как это могло быть? Известно, что мультсериал Симпсона, не знаю, вы смотрите его, смотрели его? Я вам скажу, как это могло быть. Это на самом деле очень просто. Задним числом объяснить очень просто. Смотрите, что происходит. В Америке на протяжении десятилетий нарастало гигантское недовольство современным эстеблишментам. Гигантское недовольство тем, что наш учитель Кен Уилбер, современный американский философ, очень глубокий, называет испорченной зеленой волной. Вот эта вот вся излишняя политкорректность, вот эта вся креативная бухгалтерия, вот эта вся, так сказать, презрение к низшим классам, которых там называли отбросами общества, многие американские политики. Как политик может называть каких-то людей отбросами общества, я вообще этого не понимаю. Вот этой замкнутости, закрытости социальных лифтов, недоступности очень многих вещей для людей, даже с деньгами, не говоришь о людях без денег. Вот этим всем нарастало большое недовольство много десятков лет, два десятка лет минимум. Прорвать эту стену невозможно. Были люди, которые целяли собой на протяжении этих десятилетий постоянное противопоставление с этим подходом. Это люди, которые ломали все, для которых не было никаких авторитетов. И Трамп же ведь не вчера возник. Он написал какие-то книги. У него было много выступлений. Последняя книга Кен Уилбера, кстати, так и называется «Трамп и эпоха постправды». Она очень качественно, очень четко отвечает на вопрос, как получилось, что Трамп победил. Окей, но Трамп – это один из примеров. В этом мультсериале было куча других предсказаний. Там вирусы было, банкротство Греции. За этим мультсериалом стоит очень серьезная команда. Это не просто, так сказать, ребята, которые рисуют картинки веселые. Вообще, в принципе, за любым успешным сериалом, об этом, кстати, можно прочитать в книгах, например, там Макголема Гладуэла, за любым успешным сериалом стоит огромная команда людей, которые в первую очередь занимаются исследованием общества. Потому что если они не будут снимать сериал на основании исследований общества, они снимут сериал, который никому не интересен, который никто не хочет смотреть. Вы какие сериалы смотрите? Никакие. Почему? Я сам сериал. У меня вся жизнь сериал. Но вы не интересуетесь фильмы, сериалы, игры, книги? Я интересуюсь сериалами, играми, книгами и так далее, исключительно как общественными явлениями, которые мне интересны как исследователю. Книги, понятно, я читаю, да, так сказать, но сериалы я скорее изучаю, так сказать, чем смотрю. Какая вот из картин будущего, вам кажется, я сейчас покажу вам несколько художественных и не только произведений, где описывается будущее? Давайте я сразу вам отвечу. Да. Еще не глядя на картинки. Все картинки, которые вы мне покажете, они все соответствуют разным аспектам будущего. Ну а теперь можете показывать картинки, я прокомментирую. 1984. Конечно. Посмотрите на сегодняшний Китай, что устроило китайское правительство в Сенцзяно-Югурском автономном районе. Это конкретно 1984. Плюс система видеонаблюдения, которую они внедряют с распознанием лиц. Естественно. Плюс, так сказать, постоянное сканирование мобильных телефонов и всего их содержимого. Плюс постоянное сканирование сетчатки глаза и так далее, отпечатки пальцев. Постоянное отслеживание поведения. Посмотрите на систему рейтингования, которую ввело китайское правительство. Вы знаете о ней, да? По рейтингованию нет, не знаю. Ну вот, за каждый свой поступок вы получаете, так сказать, определенное количество дополнительных баллов или же снимаются баллы за каждый ваш поступок. Вы сделали какое-то хорошее действие, которое соответствует указаниям Коммунистической партии Китая, и вы получили дополнительные баллы. Сделали какое-то действие диссидентское, сняли с вас баллы. Может быть, вы сделали какое-то действие просто странное, тоже с вас сняли баллы. И дальше в какой-то момент у вас может оказаться, что баллов стало мало, и вы не можете купить билет на дальний поезд. А как они это отслеживают? То, что я, может, под одеялом сделал? Ну, если вы сделали что-то под одеялом, может быть, кроме вас это никто не узнал. Но если вы сделали что-то публично, если вы сделали что-то, что имеет публичные последствия, это отследилось. Может быть, вы бабушку не перевели через дорогу в тот момент, когда бабушке нужно было помочь. А 18 камер установленных на всех соседних домах, отследили это. Искусственный интеллект распознал ваше лицо и отправил в тот модуль, который отслеживает ваше поведение, информацию о том, что бабушка осталась не переведенной через дорогу. И все, два балла минус у вас. А потом, глядишь, и ставка по кредиту выше, по ипотеке. А потом, глядишь, и билет на самолет вы уже не купили. А потом, глядишь, вообще паспорт у вас забрали для путешествия за рубеж. И все. Придется делать много других поступков, которые соответствуют указанию комиссии, политическая партия Китая. И дальше набрать баллы, чтобы в конце концов иметь возможность просто жить дальше. Матрицу вы должны были смотреть? Безусловно. Сейчас очень многие люди задают вопрос, может быть, мы действительно Матрицем? Ну, правильно говорят, что вот такие произведения, книги, фильмы и так далее, могут даже сознание формировать, и в итоге человек сам это делает, потому что он увидел это когда-то там 10 лет назад. Давайте сейчас воспринимать Матрицу не как непосредственное повествование, вот тот нарратив, который там есть в фильме, да, а как некую метафору того, что человек живет некой придуманной жизнью, которую за него придумал искусственный интеллект, навязал ему, и он в этой жизни совершает те поступки, которые от него ожидаются в рамках этой игры. Слушайте, вот вам современный маркетинг в очень большую степень. Посмотрите, как работают социальные сети. Знаете первое правило медиагигиены? Если вы испытали сильную эмоцию, прочитав что-то, остановитесь, вдохните, выдохните, вами манипулируют. Даже если это какой-то развлекательный контент? Любой. И тем более политический. А мы же слеживаем политические ситуации, да? То есть каждый день это бесконечный поток манипуляций со всех сторон. Постапокалиптическое будущее. Возможно такое? Возможно все. В 21 веке? Возможно все. Я убежден, что люди достаточно умный вид. Что они всегда вовремя останавливаются. А если люди не вовремя останавливаются, то общественное развитие проседает ненадолго, на пару сотен лет. И потом опять выходит назад. Вот. Но катастрофы не... То есть вы не верите в то, что мы сами себя уничтожили? Смотрите, в жизни человечества было несколько огромных катастроф. Каждая из этих катастроф приводила к фантастическому. Аж на 15-20% падению. Уровень общественного развития. Вы имеете ввиду войны? Какие-то большие эпидемии? Я имею ввиду совсем большие катастрофы. Примерно такие, которые были в 17 веке до нашей эры. Когда почти все человечество было того времени уничтожено. И все начиналось, приходилось начинать по новой. Благодаря климатических изменений, миграции и так далее. И еще много раз такое было. С Европой такое было после падения Римской империи. Но это не была катастрофа. Это было ничего не приятно. То есть длительная эпоха варварства после эпохи цивилизации то всегда неприятно. Но это явно не падение до уровня каменного века. То есть теоретически еще варвары могут бегать по нашим улицам? А они бегают по нашим улицам каждый день. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось. Сейчас будет конкурс. А я хотел напомнить вам, что 12-14 марта в Киеве пройдет выставка франчайзинг-2019. Там будем мы. Я каждый день буду. И у вас, я уверен, будет возможность встретить на этой выставке и Валерия Пекара и задать ему все вопросы, которые, я уверен, у вас появились после этого интервью. Ну а теперь конкурс. Что нужно сделать? Как обычно, написать комментарии. И сегодня мы говорили о будущем. Поэтому давайте пофантазируем, какие бизнесы, как вам кажется, вот ваше личное мнение, появятся или наоборот исчезнут в будущем. Видите ли в этом будущем вы свою компанию, если она у вас есть, свой бизнес. Или как вам кажется, какие из нынешних гигантов исчезнут. Но только давайте что-то не банальное, типа там газеты пропадут куда-то или там IT-стартапы будут развиваться. Ваше, мне интересно, действительно, какое-то философское видение этого будущего. Давайте поработайте немножко в комментариях футурологами French TV и выясним со временем, насколько вы были правы. Но ждать так долго не будем и мы разыграем через какое-то время небольшое книгу Валерия Пекара, которая называется «Разноцветный менеджмент». Эта книга, она очень популярна среди любителей бизнес-литературы на украинском рынке. Это бестселлер в Украине, поэтому крайне рекомендую. Мой друг Вадим Бортник, основатель сети сэндвич-бара Fresh Lion, он сказал мне, что эта книга среди тех, которые повлияли на его бизнес больше всего. Поэтому, я думаю, это лучшая рекомендация. Этой книжки у меня, к сожалению, сейчас нет. Валерий ее для вас подписал, но ее взял почитать наш редактор Андрей Ильшевский, но обещал вернуть ее в первозданном виде без заметок на полях. Поэтому, друзья, будет крутая книжка, крутой комментарий ждем от вас, подведем итоги скоро и выберем победителя. Ну, на этом все. Надеюсь, что вы сохранили нашу презентацию, о которой я говорил в начале. Если нет, то по ссылочке в описании ее найдете. Смотрите, как можете развивать, масштабировать свой бизнес, используя франшизу. Ну, что осталось пожелать. Увидимся с вами в будущем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok